Среда обитания. Экологические факторы. Фильм первый. Что такое среда обитания? Среда обитания – это часть природы, в которой живёт организм. Живые организмы связаны неразрывно с окружающей средой, и они оказывают друг на друга самое разнообразное влияние. Какие экологические факторы вы знаете? Назовите основные физические факторы среды. Выделяют три группы экологических факторов. К факторам неживой природы, физическим, относят свет, тепло, влажность, дождь, ветер, град, солевой и газовый состав почвы и воды. И это ещё не полный их перечень. Факторы живой природы связаны с деятельностью живых организмов. Как особый фактор выделяют деятельность человека и его влияние на природу. Каково значение света для живых организмов? Очень важным фактором для большинства растений и животных является свет. Зелёные растения только на свету могут образовывать органические вещества, которые в конечном итоге используют все остальные живые организмы. Именно от света зависит суточная периодичность в поведении растений и животных. Сигналом к сезонным изменениям в работе систем органов и в поведении организмов служит уменьшение или увеличение длины светового дня. Например, в середине лета, с началом уменьшения светового дня, когда тепло, много осадков, достаточно питательных веществ, рост растений вдруг замедляется или прекращается совсем. У них начинается созревание плодов и семян, накопление питательных веществ. У животных с укорочением светового дня тоже происходят изменения. Так у птиц и млекопитающих наступает осенняя линька. Некоторые, например, грызуны, полёвки делают на зиму запасы продовольствия. У других запасные вещества откладываются в теле в виде жирового слоя. Перелётные птицы собираются в стаи. Вода, как и свет, играет важнейшую роль в жизни растений и животных. Её недостаток приводит к приостановке жизненных процессов и даже к гибели организма. Поэтому животные и растения имеют самые разные приспособления к добыванию воды и её экономному использованию. Длинные корни у растений пустыни, у верблюжьей колючки, они достигают 16 метров, достают воду с большой глубины. Чешуевидные листья у саксаула или листья иголки у кактуса позволяют им резко сократить испарение воды. Большинство пустынных животных довольствуются водой, содержащейся в пище. Другие же получают её из запасов внутреннего жира, например, верблюд. А третьи могут впадать в летнюю спячку. Это прежде всего различные грызуны, черепахи. Как живые организмы приспособились к колебаниям температуры окружающей среды? От изменений температуры прежде всего зависят холоднокровные животные с непостоянной температурой тела. Это многочисленные беспозвоночные, а также рыбы, земноводные и присмыкающиеся. С похолоданием земноводные и присмыкающиеся становятся малоподвижными, а зимой впадают в спячку. Весной с наступлением погожих дней ящерицы, змеи любят погреться на солнце, принять солнечную ванну. Теплокровные животные, птицы, млекопитающие с постоянной температурой тела, лучше всех переносят изменения температуры внешней среды. Они активны круглый год, но у них есть дополнительные приспособления для переживания особенно суровых условий зимы. Птиц, остающихся зимовать в северных широтах, спасают от холода пуховой покров, млекопитающих густая шерсть и запас подкожных отложений жира. Звери, которые не могут прокормиться зимой, например, ежи, бурундуки, впадают в спячку, а птицы улетают в более теплые края, богатые пищей. Субтитры создавал DimaTorzok